Всем привет! Я Татьяна Полетаева, грумер со стажем более 11 лет, а также призер и победитель конкурсов грумеров. Это Снупи, порода Мальтийская Аполлонка и мой сегодняшний помощник. Мы находимся на канале Кинолог Скул, и сегодня мы поговорим о колтунах у длинношерстных собак и как с ними бороться. Хочу заметить, что у длинношерстных собак нет линки, а шерсть растет непрерывно по аналогии с человеческим волосом. К таким собакам относятся Йорки, Мальтеза, Шицу и другие. Что же такое колтуны? Это спутанная шерсть, сбившаяся в узлы. Образовываются они из-за недостаточного прочесывания шерсти, носки, одежды, а также неправильной системы мытья и сушки собаки. Зачем же с ними бороться? Колтуны тянут шерсть, причиняя дискомфорт собаке. Под колтунами образовываются опрелости и болячки, а также они неэстетично выглядят. Как бороться? Здесь у вас несколько вариантов. Сделать короткую стрижку, предотвращать спутывание. Здесь вам поможет гайд по домашнему грумингу, где описана система по уходу за домашним питомцем. Ссылочку вы найдете под видео. Или же вычесать колтуны. Сегодня я наглядно покажу, как это сделать. Для вычесывания длинношерстной собаки вам потребуется спрей для вычесывания, пуходерка, а также гребень. Если у собаки есть колтуны, если шерсть вычесана, вы можете обойтись спреем и массажной щеткой. Берем собачку, желательно постелить какой-нибудь нескользящий коврик на стол. Наносим спрей для вычесывания на ту шерсть, которую вы планируете прочесывать сегодня. Нужно будет подержать в зависимости от инструкции на спреи, но ориентировочно 2 минутки. Спрей впитался, можем приступать. Если у собаки колтунув нет, то вы просто можете удлинную шерсть расчесать массажкой. Вот так вот, слоями. Если какая-то зона осталась сухой, можете добавить спрея. Проверяя прядь за прядью, проходите всю собаку массажной щеткой. Пройдите всю собаку целиком. Не забывайте прочесывать ушки, передние лапы, подмышки, а также пузико. Если вы нашли спутанный узелок, так называемый колтун, нанесите дополнительно спрей на него, вотрите спрей и приступайте к расчесыванию с помощью пуходерки. Для этого движением от себя, придерживая другой рукой кожу собаки, монотонным движением аккуратно разбейте колтун. Если образовались узелки, остались узелки, можете снять их с помощью гребня. Но все же имейте в виду, что вычесанный волос уже поврежден и потребует большего ухода в дальнейшем. Поэтому лучше применять превентивные меры. Об этом мы поговорим на бесплатном мастер-классе «Как ухаживать за собакой дома. Особенности домашнего груминга». Ссылочку вы найдете под видео. Регистрируйтесь и до встречи!